Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня мы разбираем вот такую вот, не знала как назвать, но назову ее все-таки футболкой женской, оверсайз. Она такая свободная, красивая, очень мне понравилась. Девчонки, фотографии взяты из инстаграм странички, модный лук. Я бы рекомендовала, это не реклама, поверьте. И просто когда-то мне прислала подписчица фотографию от них, вот этой туники предыдущей, которую я разбирала. Вот, и вот я сразу же подписалась, и теперь я у них объявила еще одну вещь. Очень красивые вещи, девчонки, там не трикотаж, а просто модная одежда в моем стиле, который я люблю. Вот, поэтому пройдите, посмотрите, вот, я бы вам рекомендовала подписаться. Это просто мой порыв, это не реклама ни в коем случае, просто я использовала их фотографии, я оставляю ссылку на их инстаграм. А так как он мне очень понравился, вещи, которые там мне очень понравились, поэтому я его вам и рекомендую. Этензий по поводу использования фотографий не будет от них, увидим. Вот, значит, что касается самой модельки, девчонки, ну, красиво же, ну, согласитесь. И модель красива, и женщина красива, и штаники красивые, все, все в тему, все очень круто. Значит, ну, мы разбираем футболку, да, футболка у нас оверсайз, достаточно свободна, основа связана лицевой гладью. Кто вяжет на машинке, еще проще, может себе процесс ускорить. Ровное полотно, без резинки, без каких-то краев, там кромочка закручена, просто лицевая гладь, ровное полотно. Ну, сейчас, так, до горловины. Горловина достаточно глубокая, круглая. Это я сейчас вам переднюю деталь рисую. То есть, вы петель набираете столько, что, вот, возьмите джемпер какой-то, оверсайз, футболку свою, померяйте ширину, которая вам нравится, либо померяйте в магазине кофту какую-то, измеряйте в примерочной кабине ширину. Вот, и по ней определитесь для начала ширину. Длину вы уже будете определять по себе. Длина не такая уж длинная. Вот, так, значит, ровное полотно, горловина и спуск плеча. Вот. Спуск плеча я бы рекомендовала, наверное, делать раньше. Я бы плохо нарисовала раньше, чем горловину. Вот, горловина пусть будет вот так вот. Да. А спуск плеча мы делаем, начинаем делать раньше, несколько раз, да, незаконченными рядами, а потом закончить вот так вот, каждую сторону. Вот. Потом, соответственно, соединить здесь петли и закрыть. Вот. Это передняя деталь, плюс два таких вот обычных, простых кармана прямоугольника, да, которые можно либо пришить, но я вижу, там они ввязаны в полотно, что вы тоже можете сделать. Я оставлю ссылочку, есть у меня видео. Делается это очень просто, ввязывается в полотно этот карман и выглядит очень красиво. Карман лицевой гладью, сверху тоже видно, что закручено лицевое полотно, прям такой валичек закручен. Так, это вперед. Спинка точно так же, только поднимаем горловину и не делаем карманы. Достаточно глубокая тоже горловина. Вот, ну как для спинки, но меньше, чем передние детали. Вот детали переда и спинки. Я вижу там украшения у женщины. Сначала я подумала, что это молния, но потом, нет, это не молния, это украшения. Потому что достаточно тонкая пряжа и молния там, ну она же там все будет деформировать. Вот, далее что мы делаем, девчонки, далее на задней детали у нас есть защип. Стречная, как бы, складка, вот таким вот образом, да. Это на задней детали и две пуговицы. Передняя деталь получается свободная такая, вот за счет того, что сзади у нас все уходит в защип, а передняя деталь свободная вот так вот развивается. Там все очень хорошо видно, как бы и на фотографии, и на модели, на видео. Значит, потом сшиваем плечевой шов. Можно рукав отдельно, можно не отдельно. Можно набрать вот здесь, вот по ширине, которую вы хотите. И рукав обычным прямоугольником. Ничего не добавляю, достаточно широкий, ну не длинный, три четверти рукавчик. И остановимся на капюшоне чуть подробнее. Значит, как связать капюшон. Узор я сейчас разберу. Значит, деталь капюшона у нас должна быть вот таким вот образом. Здесь у нас прямая часть, здесь у нас округлая часть. Я сейчас расскажу, как это делать. Вот такой вот у нас капюшон, здесь ровная. Значит, вот эта вот округлость, которая у нас, это я вам рассказываю, чтобы вы и дальше знали, как это делается. Значит, вот эта округлость у нас должна продублировать вот эту вот часть. То есть половину выреза горловины переда. Вот это у нас все должно соответствовать. То есть сколько у вас тут петель, как вы делали сокращение, вы здесь все дублируете в добавлениях. Вот, чтобы просто капюшон у вас продублировал вот эту деталь горловины. Вот эта точка, это у нас точка, то есть здесь у нас дублируем переднюю деталь, то есть мы петли добираем. А здесь точка линии плеча, вот. А вот эта вот часть, вам нужно одной линии добрать петли, это часть половины спинки. Вот, вот она. Давайте вот это у нас Y, а вот это у нас X, это передняя деталь. Далее мы вяжем высоту, как правило это 35 сантиметров, здесь достаточно такой объемный хороший капюшон. Так что, подумайте, ну, меряйте по себе, подумайте. 35-40, вот здесь вот для, как бы, скоса макушки. Здесь в каждом втором ряду убираем по одной петле на протяжении где-то 10 сантиметров. Вот, значит, отсюда 35-40 сантиметров, и здесь 10 у нас вот эти вот добавления. А вот эта вот часть, то есть всего 45 сантиметров, и он у нас получится объемный, такой падающий, как на образце. Далее мы как хотим, либо мы делаем сгиб, и далее вяжем вторую деталь, вот перегибаем и вяжем, привязывая вот здесь вот, присоединяя, чтобы она у нас была без швов, и полностью дублируем. Либо вяжем еще одну деталь, и потом просто сшиваем. Я бы рекомендовала просто сделать сгиб, и продублировать, и пришить одновременно, потому что пряжа очень должна быть тонкая. Вот, вот вопрос по поводу пряжи. Девчонки, по поводу пряжи, я бы рекомендовала какую-то вискозу тонкую, хлопок, но только очень тонкий. Выбирайте воздушные, как бы, ниточки, ну, летние, да, что тут говорить, летние нитки. Сколько уйдет, я думаю, не больше 300 граммов, не больше, а то и меньше. Метраж от 600 метров, от 600 метров, вот. Не меньше. Можно ее сделать из тонкого махера, как паутинку, тоже очень классно будет смотреться. Я, кстати, обдумываю этот вариант. Вот, это что касается деталей вязания. По сути, тут у нас одни прямоугольники. Сложность заключается в капюшоне, но если вы вот эту часть выполните, то далее уже ничего сложного. А здесь просто, когда будете закрывать, записывайте вот эти вот свои, ход своих убавлений, здесь вы просто их как добавление сделаете. Вот и все. Так, теперь, что касается узора. Здесь у нас лицевая гладь, а что касается сетки. Вот такую я вам предлагаю на капюшон и на рукав. Здесь у меня пряжа очень тонкая, вот как раз бы такая бы подошла. Но это не такая, как на образце. Я не знаю, не могу его приблизить, не видно. Мне это не тот узор. Можно сделать сеточку, как у меня предыдущее видео. Тоже оставлю под видео в описании. Интересный способ, очень понравился всем. Можно этот, можно любой другой, какой вы выберете. Тут просто само сочетание ажурной вязки. К лицевой гладью очень красиво, выигрышно смотрится в этой модели. Далее, показываю этот узор, значит, узор у нас состоит из трех петель, плюс две петли. Узор всего из одного ряда. Четыре, пять, шесть. И две петли кромочные. Итак, сам узор. Число петель кратное трём. Кромочные я не считаю, значит, лицевая, накид, две вместе. Вот весь раппорт всего узора. Далее, лицевая, накид, две вместе. Далее, то же самое. Лицевая, накид, две вместе. Лицевая, накид, две вместе. Вот таким образом получается этот узорчик. Такая вот сетка. Всё, вот это весь узор, в итоге это я разутюжила, в итоге у нас получается вот такой вот узор. Попробуйте. Очень симпатично. Как бы изделие вы не свяжете таким узором, да? Ну, а вот как капюшон и рукав, это будет очень симпатично и интересно на летние вещи. Всё, девчонки, на сегодня всё. Я надеюсь, я думаю, вам понравилось, как и мне. Я, допустим, от таких вещей в восторге. Мне очень понравилась эта футболка. Вот. Ну, в общем, пишите свои мнения, девчонки. С удовольствием почитаю. И делитесь своими хотелками. Всё. Ну, вот. А делиться хотелками можно присылать в Инстаграм, забыла сказать. Ссылка тоже под видео в описании. Вот. А на сегодня всё. С вами была Вика, Школа Руководелия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok